Битва за Бахмут, самая долгая битва этой войны на данный момент. Российская Федерация в попытках взять город, буквально перемалывает свои войска. Потери Кремля уже около 30 тысяч солдат, около трети убитыми. Только за минувшие сутки российские военные потеряли на Бахмутском направлении полтысячи человек. 221 солдат Российской Федерации убит и 314 ранены. Чем город важен для Российской Федерации с военной точки зрения? Почему Россия до сих пор не смогла его захватить и сколько еще у Кремля есть ресурсов для штурма города? А также, когда начнется контрнаступление вооруженных сил Украины. Об этом всем говорим далее. Дмитрий Снегирев, военный эксперт. К нам присоединяется. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Месяцами российская армия пытается взять Бахмут и захватить этот город. Сломить сопротивление украинских сил обороны ЧВК Вагнер. Буквально перемалывает там свои войска и об этом сам Пригожин заявляет и заявлял неоднократно. Но город стоит, город держится и украинская армия держит его очень надежно. Как вы думаете, почему за эти 9 месяцев российская армия не смогла захватить Бахмут? Профессионализм вооруженных сил Украины, мотивированность и, соответственно, новейшие образцы вооружения, предоставленные странами НАТО. Это основные компоненты, которые не позволяют вооруженным силам страны-оккупанта захватить город Бахмут. И главное, город Бахмут был подготовлен к длительной осаде. Речь идет о том, что вооруженные силы Украины создали эшелонированную оборону. Поэтому все сообщения о том, что на данный момент оккупанты прорвались чуть ли не в центр Бахмута, не отвечают действительности. В реальности они контролируют восточную часть по речке Бахмута. Не более того, есть продвижение на определенных участках, это со стороны хорошего, пытаются взять под контроль трассу Бахмут-Часов-Яр. Но на данный момент ситуация, я еще раз подчеркиваю, она сложна, но не критическая. То есть данных, которые бы свидетельствовали о том, что Бахмут, скажем так, будет оставлен гарнизоном вооруженных сил Украины в ближайшее время, нет. Со стратегической, с тактической точки зрения, взятие Бахмута для российских оккупационных войск оправдывает те ошеломляющие, ужасные потери, которые оккупационные войска несет под Бахмутом? Давайте объясним, почему такая битва за Бахмут. Взятие Бахмута дает возможность продвижения к агломерации городов Краматорск-Славянск. Это основные центры обороны вооруженных сил Украины. Второе. Взятие Бахмута дает возможность контроля над водозабором. То есть помимо военных политических задач решается и экономическая. Бесперебойная поставка питьевой технической воды на оккупированные территории Донецкой области. Третье. Географическое положение Бахмута. Расстояние от Бахмута до Волновахи. А Волноваха это ключевая железнодорожная станция, которой перекидывается личный состав, бронетехника, горюче-смазочные материалы. Порядка 40 километров. То есть основной ключевой хаб транспортных российских оккупантов находится в зоне огневого воздействия вооруженных сил Украины. Ну и четвертое. Основное. Это политическая составляющая. И вот это самое главное. Российским оккупантам нужны какие-то победы. Более весомые, чем взятие населенного пункта Сака-Иванцети, в котором до войны проживало трое представителей гражданского населения. При этом Институт изучения войны отмечает, что не видит никаких признаков, что у российской армии есть резервы для того, чтобы продолжать наступление за пределы Бахмута. Если я правильно понимаю, иными словами, если, допустим, они и возьмут город, то дальше это будет кульминация наступления российской армии. И дальше им нечем или неким или нет возможности продолжать наступление свое дальше в Донецкую область. Так ли это? Вы согласны? Давайте начнем с того, что оценки Института изучения войны прямо противоположны. Поэтому я не стал бы комментировать данное сообщение, тем более это непроверенный источник. Я еще раз подчеркиваю, у них контроверсийные сообщения, которые взаимоисключают одно другое. Сейчас в районе Бахмута, кроме ЧВК «Вагнер», задействованы подразделения воздушно-десантных войск, а именно 106-я дивизия. Считается одной из наиболее подготовленных. Мобилизационный резерв страны-оккупантов подготовленный порядка полтора миллиона. Общий мобилизационный резерв 10 миллионов. Поэтому подобные заявления, ну скажем так, вызывают определенный диссонанс. Другое дело, что подготовленных регулярных частей Вооруженных сил Российской Федерации ограниченное количество. Именно поэтому и кидают в качестве штурмовиков подразделения воздушно-десантных войск, морской пехоты, наиболее подготовленные, которые несут колоссальные потери. Речь идет о том, что со взятием Бахмута оккупанты столкнутся с проблемой укрепленной линии обороны по линии Часовьяр-Константиновка-Краматор-Славянск. Данные города гораздо больше и территориально, и в моменте наличия так называемой промки, то есть условий, подготовленных для активной обороны. Поэтому можем говорить о том, что Донецкая область может превратиться в кладбище оккупационных войск. Хотела уточнить, если вы говорите, у них такие колоссальные резервы, почему они все их не бросают на Бахмутское направление, а столько месяцев воюют и никак, если видят, что результатов нет, почему не усиляются там? Политическая составляющая. Так называемая специальная военная операция. Это не война. То есть Путин стал заложником своей же парадигмы ведения военных действий. То есть дав российскому обществу понять, что достаточно, ну условно говоря, как во время Первой и Второй Чеченской войны одного парашютно-десантного полка, чтобы захватить Грозный. Приблизительно к нашему счастью та же тактика и философия ведения войны. Ограниченным контингентом. То есть который исключает общую воинскую мобилизацию. Поэтому вот те 300 тысяч, которые призвали, наскребли по сусекам и будут основным резервом оккупационных войск. Причем прорыв основной даже не в районе Бахмута. Это Лиманско-Купенское направление. Это возможность создания локальных котлов в районе Северска. И, соответственно, возможность выхода к изюму. А это уже нависание над флангами украинской группировки, которая сосредоточена в Славянске. То есть это более масштабные проблемы, которые в ближайшее время станут перед вооруженными силами Украины. Интенсивность боев наиболее максимальная. Сейчас на Лиманском направлении. Они пытаются прорваться к Лиману и, соответственно, замкнуть кольцо окружения вокруг Северска. И, к сожалению, вот, скажем так, россияне искусственно подняли информационную планку по поводу боев в районе Бахмута. Отвлекая внимание от других ключевых направлений их удара. Вы знаете, то, как российская армия воюет и по отношению к собственным военнослужащим, и по отношению к мирному населению украинских городов и сел, и по отношению к украинским военным, которых они берут в плен. Это поразительно, что это происходит в 21 веке. Мы видели фотографии разрушенных украинских городов. Это Марьинка и точно так же Бахмут. То есть они, вот даже если представить, да, что не представить, они, очевидно же, мыслят этими категориями, что вот они воюют за землю, не за умы, не за сердца, за землю. Туда, куда они приходят, они же сами ее выжигают, они приходят на выжженную землю. Зачем она им нужна? Это империалистический характер войны. Империя может существовать только на момент ведения войн, захвата чужих территорий, поглощения чужих экономик, которые будут, соответственно, питать метрополию. Как только прекратятся войны, империя разрушится. Она держится на штыках. Им постоянно нужна подпитка вооруженными конфликтами, захвата чужих территорий, несмотря на то, что, извините, грубо говоря, в своей избе не убрано. Причем не убирается уже ближайшие, как минимум, 20-30 лет. Это никого не интересует. Интересуют соседи, которые не должны жить хорошо. Вы помните эту надпись в Буче? Кто вам разрешил жить хорошо? Вот основной девиз так называемой специальной военной операции. Это идеология российского империализма. Что будет для Российской Федерации означать потеря Бахмута? Для Российской Федерации, кстати, она вполне серьезно рассматривает возможность контратаки вооруженных сил Украины в районе Бахмута. Не случайно Пригожин заявил о том, что вооруженные силы Украины концентрируют в районе Бахмута четыре бригады, которые готовы перейти в контрнаступление в любой момент. Более того, в российских СМИ Бахмут называют второй Курской дугой, причем в пользу вооруженных сил Украины. Я напомню, во времена Второй мировой войны Красная армия, измотав в оборонительных сражениях войска Третьего Рейха, перешла в решительное контрнаступление. То есть россияне рассматривают возможность контрнаступления вооруженных сил Украины, в том числе в районе Бахмута. И давайте вспомним последний визит министра обороны страны-оккупанта Шойгу. Основное, с чем он прилетал, проверка фортификационных сооружений. То есть речь не идет о наступлении, они проверяют линии обороны. Причем дальше я продолжаю. Мова оригинала. На фоне возможного контрнаступления вооруженных сил Украины. Вот ближайший сценарий. И давайте посмотрим последнее заявление Сырского. Нам надо выиграть во время боев за Бахмут. Для передислокации и обескровливания российских оккупантов. Для создания условий для успешного контрнаступления вооруженных сил Украины. Ну, фортификационные сооружения они строят не только под Бахмутом. Появляются все новые и новые сведения о том, как они возводятся в Крыму. Вон на побережье Крымском они вообще выставили зубы дракона. А что там происходит? Паника. Рассматривают всерьез возможность военного сценария деоккупации Крыма. После заявлений Путина о возможности так называемых красных ядерного сценария. И соответственно реакции стран НАТО, которые поменялись прямо в противоположную сторону. Но речь идет о том, что если раньше страны НАТО предупреждали о невозможности военного сценария со стороны вооруженных сил Украины, то теперь риторика восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности в границе 1991 года. НАТО не боится ядерного удара. А соответственно Россия поняла, что возможен прорыв непосредственно на территорию Крыма. Именно военным путем. Деоккупация будет не дипломатическим путем, а именно военная составляющая. Спасибо вам, Дмитрий Снегирев, военный эксперт. Говорили о контрнаступлении вооруженных сил Украины и о битве за Бахмут. Почему для России это так важно, что она перемалывает сотни тысяч своих солдат там. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok